всем добрый день я нараспашку у меня жара а у вас нету не хлеба нету ну ладно хлеб купе можно жду с работы от встречает бездельница нет я его специально не встречала я просто шла по делам я сделала и оказалось так что идет мой работяга мой уже это быстро за хлебом нашел погода шепчет товарищи снег прям на глазах тает и вообще тепло у нас я не знаю градусов 20 вот все там по поводу квартиры сорокин не мозги компассирует сколько хата стоит блять сорокин тебя это вообще не должно касаться сколько бы она не стоила я у тебя ничего не просила никаких денег я у тебя не брала и не просила тебе это вообще не должно ебать по-русски говоря понял по поводу ремонта сорокин ну если конечно бы блять ты привыкнуть на широкую ногу да и делать ремонт за миллионы каждому свое каждый сорокин живет по своим средствам мы сделаем ремонт по своим средствам понял так что сорокин за суты свой язычок в задницу свою же в задней свой проход лохматый помолкивать пол да тепло тепло вообще класс идет моя красавица вот работяга у нас короче закрывается организации сокращается закрывается будем скоро все без работы семечки будем сидеть грязь на лавочке тихо машина едет машина останавливаемся идет ольга викторовна по большой дороге наконец-то лет у нас тут вела какой-то знаете прям это сегодня такой первый такой летний приятный день солнце пекет жары нет красота красота среди бегущих первых нет и отстающих если не тоже поработала заработала такое это приличную сумму ну короче за два часа работы я заработала недельный заработок у у меня как петухи корову доняли вот так калеча ты мое сердечья видите какая я певица да пойдем сейчас купим надо это ромашки купить ромашек не было ромашки спрятались паникли лютики рис надо купить и этот в круглый круглого риса нет кашу хочу творить рисую на водичке что тут хотела сказать что записываю ролик забыла она что-то с памятью моей встала девичьей память однако товарищи а квартира хорошая мне во всяком случае нравится а кому не нравится нравится не нравится мал бонзам все равно вот так я сегодня довольна и не знам как я сегодня купила масло сливочное со скидкой с великой скидкой свое любимое масло оно так стало редко продаваться со скидкой это все это самое мое любимое масло ну а ну знаете это 7 7 7 2 и 5 она тоже моя любимая а самую любимую 82 и 6 она еще скидки нет на него вот это по 137 рублей а так она сейчас 176 рублей стоит это самое любимое любимое масло прошлом году со скидкой я покупал по 96 рублей летом три упаковочки взяла хоть там было пять но думаю деньги надо бы сэкономить но что я опять опять же сразу не съешь и купила для посуды со скидкой 37 процентов средства пока еще немецкое средство у нас продают за 127 рублей сейчас девочки покажу вам обзор купила море продуктов море товара первого необходимости и очень все дешево потратила минимализм минимализм потратила я а главное колечко себе что купил сколько стоит сок сок стоит 79 это колечки он его любит пить это колечко на конфеты сколько стоит раньше были они по 18 рублей сейчас 39 рублей стоит у этого справа там не скидки там скидки нет карточка коля это теперь подорожали они конфеты вставить в два раза подорожали это колечки на любимые сосалки за ним он же меня вообще не курит за место сигарет а это он пьет за место водки с пивом ой девочки пошла только купить сегодня я рис для каши я вот люблю на воде варите иногда рисовую кашу из такого вот круглого риса сегодня он продавался по 99 рублей ладно хлеба не будем считать эту мать короче купаем отдельно вот пятерочки за что купила рис молоко так вот эти спагетти сегодня по 59 рублей я увидела дешевые не знаю такое качество не брала но я посмотрела на внешний вид вроде бы нику не хуже мах по всякой у нас правда есть но пускай будет ну практически 60 рублей пачка сверла сортов пшеницы у нас спагетти уходит очень хорошо всегда макаронные изделия мы любим дрожжи продавались берешь пять упаковок шестую дают тебе значит 5 плюс 1 по 18 50 а мне зачем сколько столько упаковок я взяла так знаете пирожки зеленым луком с яицами хочу сделать жареный завтра может быть сделал или послезавтра ну вот взяла так вот за 21 21 рубль 99 копеек на 22 рубля пачка дрожжей вроде бы есть а вроде бы нету дома дрожжей но взяла одну пачку не стал уж 5 6 раньше я много выпечки делала я много брала дрожжей сейчас я много ничего не пику здесь и плит духовка не такая как у меня дома это я дома марпасаде очень люблю свою конвекторную плиту с духовкой вообще духовку конвекторную вот и короче пью говорю блять смотрю на воду горе пью пику банана колечко купила бананы сегодня были подешевле 96 рублей что ли я не ем бананы сразу говорю это коля у меня любит бананы раньше часто ел бананы счет у нас целых редко есть но периодичностью как-то покупаем яблоки вот коли тоже себе взял яблоки зелено какие-то розовые там они по 89 рублей по моему были вот это пятерочки так сочные сосиски вот эти папа может по 126 рублей была упаковка да так они 259 сегодня скидка была 126 рублей я взяла а вот это вроде бы и надо вроде бы и не надо взяла значит вот это кукурузная крупа шлифованная полента я ни разу такую не покупала по моему может быть и покупал очень давно просто не помню просто так между делом сварить какую-нибудь такую знаете жиденькую молочную кашку иногда хочется вот вроде бы вроде бы брала вроде не брала девчонки напишите кто может покупал такую вот поленту я не по ленту я вроде не брала для кашку сварить взяла по 69 рублей вот эту упаковочка 450 граммовую ну пускай будет да девчонки чё вот и водичка вот эта водичка моя самая любимая минеральная вода я ее очень люблю из всех вот вот эта вода за всех вот я выбираю только вот эту воду вот я ее всегда пью люблю я ее она такая знаете и сильно газированная и очень приятная на вкус не пересоленая и потратил короче осмотреть сколько много покупок да мы не будем гранатовый сок считать коли там потратил рублей сто с чем-то у себя фикс правил он же меня не транжира это я такая транжира короче я девчонки потратила сегодня упал так много товара первого необходимости сейчас варю кашу рисовую на водичку со сливочным маслом сосисочки отварю на вечер так потратила сегодня денежку 800 поле масло пока я положу сюда 803 рубля 10 копеек видеть недорого вроде бы да все за скидочкой нормально как приятно скидочка такая с макаронами эту сосисками со всеми делами вот мои любимые девчонки масло в магнит зашла не поленилась пятерочки нету такое масло пятерочки у нас не продают это масло продается только в магните всегда очень это сама мое сливочное мое самое мое любимое масло 72 и 5 или 82 и 5 по моему тупая подороже немножечко но это тоже ничем не хуже потому что вообще в прошлом году как ты до этого всегда периодичности то это со скидкой продавалась от 96 рублей то другой 98 до так они были немножко за 100 часа это масло недорогим очень без скидки 176 сегодня по 136 рублей масло было вот взяла 3 в 3 сразу сейчас я две штуки заморожу я очень люблю сливочное масло я не ем так маслом на бутерброды не мажем и масло но пюре каши всегда делаешь маслом всегда без масла я не могу полить себе греть борщ и ка сюда вот взяла вот эту люблю вот эту штуку мыть посуду у меня я покупала давай две литровых в прошлом году осенью они закончились уже все у нас и две литровых хватило на полгода и вот сегодня взяла вот эту маленькую бутылочку средства очень не нравится это посуду ну вот магните я потратила денег а вот а это средство 139 рублей до средства стоит сколько мы так 139 что ли да и сред и средства стоит 139 90 и масса сливочная 139 90 все по одной цене и того 559 96 копеек вот девчонки мы практически где-то сигареты купил еще две пачки ну плюс-минус короче тут вот вместе с соком сколько нам ну где-то около двух тысяч вышло сегодня на сегодняшний день вот этих наших покупок ну там 1900 да вот так вот товар первой необходимости бананы я не ем но коли нужно бананы ему необходим банан он их любит очень ой я никак не могу купить блендер себе делать этот коктейль все хочу смузи никак не могу купить блендер был бы блендер я бы пила бы с кефиром у меня денег нету квартиру купила она блендер денег нету ноутбук купили кресла это на кресло начальника купила да она блендер денег нету вот был бы блендер купите девочки не блендер пожалуйста я хочу смузи нет на самом деле денег нет больше все пиздец я вся выдохлась уже надо делать этот узнаете что хочу сказать очень хорошо вот качественно делая это вот это первый раз жизни не попала маникюр девушка очень качественно на меня нарастила ногти вот они уже отрастают надо идти делать коррекцию нигде не зазубрин не заломок ничего уже вот за 20 когда я сделала 20 что 22 числа сегодня 10 11 да вообще очень хорошо держится сколько я дала 2000 вот очень крепкие ногти стираю руками да все делаю вот и замачивала одеяло стирала большое трусики стираю практически ну чуть ли не каждый день до по мелочи там тряпки со стола стирая полотенце кухонные стираю руками да в хлорке там замачиваю кухонные полотенца ничего ничего не делается с маникюром вообще очень хороший этот качественный лак вот этот вот очень вообще отличная просто знаете из этот какого сама работа очень качественные материал очень качественно хочу сказать очень вообще нисколько не пожалела руки очень шикарно выглядят очень красиво очень ухоженно массаж делать нисколечко не мешает вообще я думала будет мешать с непривычки у меня два дня как бы два дня были но не очень хорошо себя чувствовали пальцы это знаете когда как зубы ну делаешь зубы наращиваешь да там вот эти коронки туда-сюда тоже такой дискомфорт был на руках потом на третий день все сейчас уже как бы ну как как свои ногти понимаете ничего не мешает никакого дискомфорта я не чувствую вот работать совершенно не мешает вообще не мешает вообще руки про видите как отлично выглядит вообще супер да очень красиво мне очень нравится очень что с маникюром да и что без маникюр как эти пальцы когда без маникюра даже у женщины если нет на руках маникюра пальцы выглядят знаете как у меня же тоже также я же не хоть я не хочу ничем огорчить женщин я потому что я себе говорю прежде в первую очередь я никогда не хочу оскорбить других женщин чтобы женщине женщины девушки поняли первую очередь я говорю за себя потому что я сама очень долгое время ходила без маникюра да вот выглядят как эти как как лопатки какие-то до обрубные некрасиво если нету маникюра на руках руки у женщины не ухоженные они бросаются сразу вот мои глаза сразу бросаются мои глаза бросаются сразу красивые руки и даже некрасивые руки бросаются в глаза я всегда смотрю на женские руки на руки мужчин смотрю тоже очень много внимания обращаю например вот я нахожусь в общественном транспорте где-то еду да просто вот взгляд почему-то у меня падает на зубы на волосы на обувь вот знаете как то у меня взгляд падает на одежду там на внешний вид да и на руки конечно же если человек разговаривает улыбается я смотрю почему-то на зубы вот его напишите вы куда вот ваш взгляд куда падает у людей вот вот ну как бы вот так вот у меня вот так вот понимаете сметанки возьми налей себе сметанки покушать со сметанкой а то сметану опять приходится выкидывать сметану знаете куплю да один раз положу ему если я ему не положу в тарелку сметану посмотрите какую вкусняшку на себе положил в борщец а сметану-то как будто украл положил чудо чудо в перьях лучок что хочу сказать вообще конечно при любой погоде да при любой погоде хочется нам женщинам хочется быть красивыми ухоженными правильно про любой погоде про любом обстоятельстве просто да у меня как и у всех нормальных смертных людей да не всегда позволяет конечно же это делать финансовые положение мое и вот мне вот эти маникюры меня прям очень довольны и она знаете вот сюда это сколько делала да знаете сколько было откалывался отламывался ломался трескался что только не было боялась я вообще когда вот в этот раз тоже сделала я боялась что-то и вообще делать руками честно скажу боялась потому что я папа у меня не знаю мне вообще всегда попадались очень плохие мастера и очень некачественная со мной как вы сам лак да вот этот некачественная сама делали мне некачественную работу а вот я боялась и все равно вы знаете а страну же мы задеваем что-то делаем до периодичностью до и все равно ну заденешь и сломается так жалко потом становится очень жалко мне вообще в отличие было очень жалко потому что это дорогого удовольствие для меня не из дешевых да и мне например очень жалко и я вот когда вот в этот раз сделала тоже очень сильно переживала и боялась у меня этот маникюр прошел испытание вот теперь я буду обращаться только к этому к этому мастеру все она для меня будет и первая и последняя надежда для моих красивых рук вот мне это очень приятно я на днях пойду сделаю коррекцию надо будет позвонить и записаться где-то наверно в конце недели сейчас у меня еще кое-какие дела нужно документы все потому что надо сделать еще там квитанции поменять все поехать лицевые счета там это все оформить да вот потом будет по свободное время да в конце недели наверное я поеду сделаю коррекцию нужно обязательно девочки сделать чтобы опять было очень красиво мне очень нравится очень а мне очень нравится еще вот эта моя наколка моя катушка моя очень нравится и и это как и я так как вам показать вам как показать то как вас поставить красиво очень нравится а вам нравится вам нравится моя багира ну скажите но зацените но зацените а зацените мою багиру напишите пожалуйста чтоб думаете по моей красоте зацените я хочу чтобы вас оценили волосы конечно мне нравится никак блин почему-то вроде данная постриглась до волосы лежат как блин у помыла да глава чистая как эти не намазала я просто гелью не намазала волосы красила позавчера или вчера я красила позавчера вечером красил ой как лепешка надо мазать постоянно этой гелью ой узнаете что-то в облом и помаду ямра посаде оставила блин вчера вчера поехал же оставил дом помаду и помочь им без помада хожу и все новую помаду не открываю не хочу открывать потому что еще тройки старую это не затерла до конца покупала же недавно новую помаду она закрыта у меня и карандаш у меня новый закрыт я такой человек знаете сначала одно как бы должна стереть до конца стереть стереть износить потом короче только пользуюсь уже другим открывать не люблю по несколько там помад чтобы у меня было открыто я пользуюсь одной помадой буду пользоваться но где-то года полтора не хватает одной помады но год на полтора от силы только я пользуюсь как часто полтора если часто то год что-то последнее время у меня прямо так давление 4 повышенная голова болит не знаю не очень-то хорошо себя чувствую погода поменялась видимо из-за этого чувствительных таких людей гипертоников как конечно же все чувствуется ну вот так показала я вам сегодня всю мою красоту показал я вам все что себе купила товар первой необходимости пишите что вы думаете по этому поводу я буду всех рада видеть на своем канале всем спасибо